Когда у них все очень плохо, у этой власти, вот почему-то они думают, что нужно Додона привести к прокурору, возобновить какие-то процессы для того, чтобы отвлечь внимание. Хочу напомнить, в декабре прошлого года, когда у нас тарифы на газ скачили несколько раз, помните, были 4 лея, и они стали там, сколько было после Нового года, 11-12, что они сделали? В декабре они меня позвали в прокуратуру, открыли уголовное дело. Прошло уже почти 6 месяцев, там ничего нет, пустое дело. Теперь, в следующий скачок цен, что нужно сделать? Нужно вспомнить, что что-то было в 2019, в котором уже все поняли, что там ничего не было. И нужно вернуть обратно, чтобы попытаться делать новую «Рабыню и Завру» помните? Сериал. Сериал. Вот сейчас начнется сериал, Додона прокуратуру. Ну, для них было бы супер, чтобы Додон убежал из страны, но я им, еще раз говорю, никуда убежать я не собираюсь. Более того, хотите там проводить какие-то мероприятия, в тюрьму сразу, ну давайте. Выйду через несколько недель и еще посмотрим. Не провоцируйте, вот я им даю месседж. Но вы посмотрите, чтобы дело Стояногла показательно, очень даже. Ну, Стояногла, наверное, другой характер, у меня совсем другой. Меня чем больше бьют, тем я становлюсь крепче. Я уже прошел все это. Поэтому, если они хотят борьбы в войне политической, я им устрою. А как вы им устроите, если закон будет против вас? Юля, я закончу. Хотя я принял решение еще раз в прошлом году. Я вручил этой мае цветы президенту. Я сказал, ребята, вот я ухожу из парламента, чтобы там не бороться с ветряными мельницами. Я начал заниматься другими вещами. Начал помогать народу. Сейчас они меня провоцируют, чтобы я вернулся в братья. Хотите, вернемся. Но тогда не верьте тому бывшему премьеру Стурзе, который говорит, что ничего в Молдове не произойдет. Не успейте до Румынии добежать. Народ Молдовы имеет порох-порохотницы. Просто его нужно зажечь, и это будет близко. Поэтому это в любом случае случится. Это в любом случае случится, рано или поздно.